Привет, друзья! Елена Кондулайнен – это яркая женщина, имя которой, наверняка, прекрасно известно всем мужчинам, выросшим в Советском Союзе. За свою неординарную карьеру она сыграла во многих интересных фильмах, однако наибольшую популярность приобрела лишь в 1990 году, когда стала первой из российских актрис, решившихся появиться на экране в обнаженном виде. Тот яркий поступок вызвал в обществе огромный резонанс, однако принес нашей сегодняшней героине всесоюзную славу. До сих пор многие исследователи называют ее первым секс-символом в истории СССР. Но что еще интересного можно рассказать об этой белокурой красавице? Смотрите видео до конца, и так, обо всем подробнее. Будущая знаменитость родилась в небольшой деревушке Токсова недалеко от Ленинграда. В этом небольшом поселении еще с давних пор жили выходцы из Финляндии, Германии, Швеции, Англии. Многие из них проживали здесь еще до Второй мировой и уже по праву считали себя советскими гражданами. Однако общество в СССР далеко не всегда принимало их однозначно. Именно поэтому после войны многие из них решили сменить фамилии на более схожие с российскими. Подобный шаг делался из соображений безопасности. Но из любого правила есть исключения. В нашем случае таким исключением стал отец Елены Кондулайнен. Будучи по национальности финном ингерманланцем, он наотрез отказался открещиваться от своих корней и своего происхождения. И за это его сложно не уважать. Но подобный поступок имел и оборотную сторону. Постоянно чувствуя себя не такой, как все, наша сегодняшняя героиня нередко страдала от различных проявлений ксенофобии со стороны советских людей. По этой причине раннее детство было не самым радужным временем в жизни будущей актрисы. Большую часть времени она проводила в родном селе, пасла овец, коров, следила за курицами и кроликами. В школу приходилось добираться через лес. Друзей среди сверстников у Кондулайнен почти не было. В раннем возрасте главным увлечением нашей сегодняшней героини была музыка. Девочка делала неплохие успехи в музыкальной школе, а потому после окончания стандартной советской десятилетки ее родители решили отправить дочь в Ленинград, где она могла бы продолжить заниматься любимым делом. Так наша сегодняшняя героиня оказалась в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии. Здесь она начала обучаться на надирижерско-хоровом отделении, однако очень скоро в ее жизни произошел крутой поворот. В рамках одного из институтских спектаклей девушка исполнила роль Марлен Дитрих в музыкально-театральной постановке. Данный спектакль имел огромный успех, а потому очень скоро наша сегодняшняя героиня получила предложение перевестись на актерское отделение своего вуза. После некоторых раздумий Елена решила принять предложение и последовать совету педагогов. В 1990 году «Белокурая красавица» снялась в фильме «Сто дней до приказа», в одном из эпизодов которого появилась на экране полностью обнаженной. В тот период это был настоящий прорыв. Поступок актрисы широко обсуждался в прессе, но весь ажиотаж вокруг имени Кондулайнин лишь только подогревал интерес к девушке со стороны публики. Таким образом, уже в начале 90-х девушка стала самой настоящей звездой. Ее называли секс-символом СССР времен перестройки. Новые же предложения о съемках поступали ей одно за другим. За следующих четыре года актриса снялась еще в 12 полнометражных лентах, среди которых выделяются фильмы «Номер люкс для генерала с девочкой», «Болотная стрит» или «Средство против секса», «Дафнис и Хлоя». Многие из ролей актрисы имели заметный налет эротизма. Она не стеснялась демонстрировать на экране свое тело, а потому всегда имела успех среди зрителей. Интерес к девушке со стороны публики начал стремительно падать после того, как обнаженное женское тело на экране уже перестало быть исключением. Уступив место более молодым и привлекательным актрисам, Елена Кондулайнен ушла в тень и во второй половине 90-х практически не снималась. В этот период ее постоянным местом работы стал Театр Луны. В этом месте она исполнила множество примечательных ролей, однако в конечном итоге была вынуждена оставить и сцену. Личная жизнь у Елены Кондулайнен насыщенная, актриса побывала замужем четыре раза. В молодости, помимо частых браков, она вела вольный образ жизни. Первый муж по профессии преподаватель, был старше Елены. Роман развивался стремительно. Но даже рождение первенца не смогло предотвратить развод. Пара рассталась. Со вторым мужем, бизнесменом Сергеем, в котором артистка души не чаяла, они даже обвенчались. В семье появился еще один ребенок, сын Михаил. Всего у Кондулайнен двое детей. Сейчас ее сыновья строят карьеру, старший счастливо женат. К сожалению, вскоре и этот брак распался. Елена долго переживала развод. В ее жизни случился кризис, который ознаменовался и смертью матери, и ее собственной болезнью, заболеванием щитовидной железы и возникновением проблем со здоровьем у сына Александра. На некоторое время знаменитость ушла из профессии. В этот период она общалась только с близкими друзьями. Окончанием тяжелой полосы в жизни Елены Ивановны стал третий брак. Но и он не продлился долго. В 52 года актриса вновь вышла замуж за предпринимателя Дмитрия, который младше нее вдвое. Но отношения вскоре завершились. С бывшими мужьями артистка старается поддерживать дружеские отношения. В интервью Кондулайнен как-то обмолвилась о том, что не прочь и в третий раз стать матерью. Елена Ивановна часто появлялась на телевидении. Так, в 2010 году она снялась в передаче «Модный приговор» в качестве подсудимой. В эфире первого канала актриса попыталась сменить образ роковой красавицы на стиль истинной леди. Шоком для нее стала новая стрижка. Стилисты без жалости обрезали ее длинные локоны и превратили прическу в изящное коре, при этом оставив светло-русый оттенок волос. Актриса владеет трехкомнатной квартирой в центре Москвы. Однажды она обмолвилась, что всегда чувствовала в себе релторскую жилку. А в советское время даже провела сделку по обмену, в которую участвовало 18 квартир. В 2012 году Кондулайнен подверглась нападению у себя в подъезде, после чего из соображений безопасности вынуждена была переехать в отель. Одно время актриса жила в гостиница, что полностью ее устраивала. Были в жизни актрисы, помимо супругов, и другие мужчины. На фестивале «Алые паруса» Елена познакомилась с коллегой Олегом Каменщиковым, который сразил ее вокальным талантом. Пообщавшись, артисты решили создать музыкальный дуэт «Кокон», который оказался востребованным у публики. Попутно поползли слухи о романе Елены и Олега, тем более что в Инстаграме и других социальных сетях стали появляться их совместные фото компрометирующего характера. Спустя год осенью 2017 года актеры стали героями программы Дмитрия Шепелева «На самом деле», во время которой обнаружилось, что Каменщиков не свободен. Он встречался с 22-летней учительницей английского языка Дарьей Соседовой. Во время эфира при помощи детектора лжи было доказано, у Елены и Олега были отношения. Но и Кондулайнен вела двойную игру, попутно встречаясь с Вадимом Куприяновым. Молодой человек тоже пришел на передачу. А осенью 2018 года в программе Андрея Малахова «Привет, Андрей!» она появилась в студии вместе с Богданом Титамиром, который в 90-е годы был популярным исполнителем, а сейчас занимается продюсированием. Зрителей волновал вопрос, что же было между Еленой и Богданом? На это Кондулайнен ответила, что было все, а Титамир подтвердил ее слова, сообщив, что пока весь мир с вожделением смотрел на фото артистки, он каждую ночь видел ее воочию. Делитесь этим видео с друзьями и берегите себя. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Субтитры создавал DimaTorzok